Сегодня в студии программы «Надо разобраться» гость Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь. Ведущий программы Григорий Кисель. Добрый вечер, господин министр. Здравствуйте. Начнём с актуального. В России огромнейшие регионы эпидемии смертность. В Украине, по их же данным, в пять раз в этом году смертность от гриппа превышает цифры прошлого года. У нас какая-то тишина. Вот просто возникает такое ощущение, что или мы из какого-то другого теста сделаны, наш народ, или наша медицина на дальних подступах отстреливает этот грипп, или мы чего-то умалчиваем. Что происходит? У нас действительно ситуация в стране спокойная. Мы ничего не умалчиваем. Мы еженедельно даём информацию, средства массовой информации о том, какая обстановка у нас в стране, по регионам. И скажу, с чем это связано. Связано с производительной работой, профилактической работой. Так называемый свиной грипп в 2009 году научил, как надо работать правильно в предупреждении инфекционных заболеваний. В чем эта наука заключалась? Ну, я скажу то, что разные есть подходы к иммунизации, к прививкам. Наша страна в среднем, если брать весь календарь прививочных, каких инфекций мы прививаем, 96-97% населения привито, начиная с детского возраста. Это самая высокая иммунная прослойка, которая не даёт развиваться ни одной инфекции. Это прививки платные, бесплатные? Это государство несёт затраты. Мы закупаем на где-то порядка 16 миллионов долларов ежегодно сыворотки и вакцины от всех особо опасных инфекций, начиная от кор, дифтерия. У нас же их нет. Да, грипп – это инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём, то есть от общения. И в 2009 году, когда у нас в стране было привито только 7% населения, да, у нас тогда полыхал грипп. Эпидемия была. Самое настоящее, как мы называем её, это чуть ли не военное положение. Мы сутками сидели без выходных, у себя в Министерстве здравоохранения 4 недели. Но наши учёные выработали подходы к тактике лечения, и мы даже в тот 2009 год на 0,1% уменьшили смертность. И наши эти протоколы лечения брали соседи из России, Украины, из других стран, потому что они были вывернены. А начиналось очень всё тяжело. И потом с каждым годом, после 2009 года мы увеличивали процент охвата населения прививками. То есть можно сказать, что потраченные средства не зря и дали большой эффект? А я сейчас приведу пример. Например, в прошлом году около 40%, в этом году более 40% привито население, а иммунитет сохраняется у половины населения, который привит в прошлом году. Если было 40%, значит 20% осталось, плюс 40%, более половины, 60% населения имеют защиту, и уже эпидемия гулять не может. Вы видите, у нас нет карантина в школах, в трудовых коллективах. То есть мы не объявили эпидемию. У нас был, и сейчас немножко повышен уровень заболеваемости, но это не эпидемия. Это обычный сезонный подъём заболеваемости. Вообще ситуация в целом по всех регионах спокойно идёт на спад. Роста нет, наоборот, на 10% снижение по отношению к прошлой неделе. То есть неделя к неделе у нас уже на 10% снижение, и он ещё будет ниже. В поликлиниках нет очередей. А об эффективности могу сказать так, что у нас уже года 3 нету эпидемии. Это хорошо. Это хорошо. Мы взяли, когда посчитали экономический эффект, только от больничных листов. 49,5 миллиарда мы сэкономили в прошлом году. И экономисты сказали, что на рубли вложенную прививку 10 рублей экономия. Вот вам экономика. Ну, это уже не только экономика, это же ещё, так сказать, это политика. И здоровье. Здесь они вместе идут. Это наши граждане, мы их защищаем. Мы ходим спокойно. Вы видите, в магазинах даже скопление народа. Везде все массовые мероприятия мы даже не ограничивали, не вводили ни масочный режим, ничего. Да, в некоторых лечебных учреждениях для того, чтобы защитить себя, просто персонал ходил в масках. Это нормальное явление. Из вашей информации делаю простейший вывод, что если есть порядок, какая-то система, хотя бы простейшая, она даёт эффект. Вот по вакцинации. Когда есть порядок, тогда есть результат. Василий Иванович, вот Беларусь в последние годы в таких непростых условиях всё же прожила. Экономический кризис мировой, он докатился до нас, ударил по бюджету. Бюджет финансирует, в том числе, медицину. Тем не менее, за пять последних лет введено в вашей отрасли 130 объектов медицинских. Это как удалось, что за объекты, по каким направлениям шло развитие материальной базы медицины? Скажу так, что здравоохранение – это приоритет государственной политики. Мы в денежном выражении, если брать в процентах ВВП, ниже 4% у нас нет. Даже в тяжёлые времена, и на этот год, 4,15% ВВП – доля на здравоохранение. И ими надо разумно распоряжаться. Ну вот объекты, пожалуйста, расскажите. Вот мы как объекты. Мы, конечно, за последние, как вы сказали, годы, за 5 лет ввели 130 объектов. По поручению президента мы провели реконструкцию и модернизацию всех уровней здравоохранения, начиная от сельского здравоохранения по программе развития села, в программе демографической безопасности, в инвест-программе были заложены деньги на модернизацию и реконструкцию районных, городских, детских, областных и республиканских центров. Мы создали 17 республиканских центров, которые эффективно работают и в которые приезжают лечиться не только наши граждане, но приезжают граждане из рубежа. Зайдите в любой наш республиканский научно-практический центр или в нормальную городскую клинику. Там находятся граждане иностранных государств. Мы выстраивали, в первую очередь, шли операционные блоки и реанимации. Это то, что в первую очередь необходимо, чтобы сохранить жизнь для наших граждан. Потом пошли на больницы скорой медицинской помощи. Потом пошли на детские больницы. Выстроили перинатальные центры. Из-за чего мы действительно звучим во всем мире и знают, что Беларусь к нам едет учиться. Вот так вот постепенно выстраивая, не тратя, не распыляя наши небольшие финансовые средства, мы сумели сделать то, о чем вы говорите. Мы создали, если можно так сказать, новую систему здравоохранения в новом облике по поручению президента. То есть по всем направлениям, как я понимаю вас, по всем направлениям создана такая серьезная материальная база. Выстроена разноуровневая система. Республиканские научно-практические центры. В этих центрах находится самое современное оборудование, которое самое новое, для того, чтобы через год его не закупать. Оно эффективно работает, круглосуточно, без выходных, если надо, доступно для всех граждан. Следующий уровень – это областные центры, в которых тоже и кардиохирургия, и транспортология, и травматология, и нейрология. То есть все спектры, которые касаются охраны здоровья, выстроены. Перинатальные центры, мать-дитя – это четвертый уровень, областные центры – это третий уровень, межрайонные центры по всем направлениям – это второй уровень, и районные центры – это первый уровень. Мы сохранили доступность населению медицинской помощи на всех уровнях. Мы на селе сохранили фельдшерские фабы и более 2300, для того, чтобы по любому вызову не вызывать скорую помощь, которая там в районном центре… Да, потому что население сокращается, и наверняка это трудно для бюджета не содержать. А здесь, вот когда посчитаешь экономику, или сократить фаб, или вызов скорой помощи, ее амортизация, заработная плата и расходы – все. Она же должна выезжать на экстренные случаи, а на селе работает фельдшер. У вас разумное рассуждение, ведь какой-то период был и закрывали фабы. Нет, мы сейчас… у нас есть решение коллегии закрывать фабы только по решению Минздрава. Согласовать. То есть, да, местная власть – это учреждение местной власти, но согласуем, закрытим мы. И мы говорим так, фаб должен отживать вместе с деревней. Да, если там уже 50-100 жителей, 150-200, и рядышком стоит амбулатория, или есть хорошая транспортная доступность, можем закрыть. Но когда нет транспортной доступности, когда километров 10 от данного населенного пункта только врачебная амбулатория или участковая больница, мы сохраняем фаб. Мы не считаем деньги, мы считаем жизни людей. Василий, вот из тех объектов, которые вы назвали, 130 объектов, я бы как-то особняком, может быть, выделил молекулярно-геническую лабораторию и ПЭД-центр, так называемый, в Бравлянах. Это технология, которая позволяет выявить раковую клетку хотя бы одну, даже до наступления болезни. Я знаю, что это в поручении президента был объект построен, он его открывал, и приоткрою секрет, он же вам дал поручение, чтобы вы первые прошли там обследование, на себе испытали вот это новое оборудование. Как работает Центр, как вы прошли испытания на себе? Скажу так, Григорий Леонидович, я помню, лет 5 назад вы тоже поднимали вопрос о строительстве в Республике Беларусь. Ну, там была личная такая история, тяжелая. Тяжелая история, тяжелая история, мы поднимали вопрос, и, наверное, скептически относились, построим мы это в ПЭД-центре или не построим. Но по поручению президента мы его построили современнейший. Наверное, таких центров в Европе, может быть, есть единицы за два года с экономией бюджетных средств. И который на сегодня работает полную мощность, уже не только для пользы наших граждан и пациентов, которые там находятся, но даже приезжают уже соседи. Там, я так понимаю, что уже и очередь образовалась? Уже и очередь. Ну, очереди, понимаете, как? Очередь там, где нужно в первоочередной, у нас очереди не будет, если есть жесткие показания. Если где-то можно, да, есть ограничения для каждого аппарата, сколько он может взять больных. Поэтому очередь условная. Стоят аппараты, и вот этот центр работает именно для раннего выявления. Каковы результаты? Результаты, ну, мы выявляем то, что мы никогда не могли увидеть на других аппаратах, это раз, и тогда меняются подходы. Когда опухоль маленького размера в одном органе находится, локализация, ее взял хирургически, и все, и все. Не надо ни химиотерапия, не надо лучевая терапия, может быть, там сеанс один какой-нибудь. Ну, шанс на выживание у человека появляется. Получается, человек уходит здоров и не неся большие затраты. Ни государство, ни сам гражданин. Второе. Мы лечим пациента. Провели, например, пять курсов химиотерапии. Обычно там, говорят, два-три надо цикла провести. Пошли на ПЭТ-исследование. Нет уже. Все, локализовали. Не надо лишний раз вводить химиопрепараты или лучевую терапию проводить. То же самое, рядышком построили современнейшую медико-генетическую лабораторию. Для чего? Для того, чтобы посмотреть подбор лечения и новые научные разработки. Это намного шаг вперед, в будущее. Вот вложение, инвестиции в здоровье народа. Опять-таки освоено за последние пять лет 150 новых технологий. На слуху, вот я знаю, трансплантация органов и заканчиваю. Когда еще ребенок утробе матери находится, ему уже ставят капельницу, чтобы он родился здоровым. Для этого же нужны большущие деньги, много новой техники и, самое главное, хорошие специалисты. Как удается? Денег-то не хватает, мы знаем. Видите, мы в последние годы берем так. Развивали охрану материнства детства. Достигли хороших результатов. Следующим этапом пошли программа онкология. Борьбы профилактической борьбы. Это все новые технологии, вы имеете в виду? Это уже и вместе создание новых технологий, новых рабочих мест, новое оборудование. Программа кардиология. Что она дала? Создали самый современный центр у нас в городе Минске, Республиканский инвестиционно-практический центр. Во всех областных центрах по программе демографическая безопасность открытое кардиохирургическое отделение. Проведена их реконструкция, созданы реанимационные отделения. И результат налицо. Мы сейчас в областях делаем даже трансплантацию органов почки, печени, как в Рестине, например. И практически во всех областях уже делаем пересадку почки. Когда это было мыслимо? Еще одно такое направление, оно так активно подталкивается, это развитие фармации белорусской. Вы же знаете, что не все население поддерживает это стремление заменить имбортные белорусскими, считая, что Беларусь не в состоянии сделать лекарства мирового уровня. Тем не менее, мы же знаем, что 52% в стоимостном выражении лекарств на рынке Беларуси – это белорусские лекарства. 600 примерно препаратов за последние годы освоено белорусскими предприятиями. И тогда возникают вопросы. Это эффективные препараты? Насколько они конкурентны с западными? И еще один вопрос. А не препятствуем ли мы зарубежным препаратам? В 2012 году нам было передано введение в Министерство здравоохранения фармацевтической отрасли. Отрась непростая. А как она была вне вашей системы? Ну как, был концерт Био-Биофар, который напрямую подчинялся Совету министров. Департамент, который создан в Министерстве здравоохранения фармацевтической промышленности. То есть они не знали, что для вас производит хелекарство? Мы заказывали, но понимаете, когда данная отрасль находится в одних руках, и тот, кто потребляет, и то, что производит, и ты знаешь, что производить, она более управляемая, непростая. Это уже промышленность. И для нас, врачей, это было как-то новое, но мы взялись. У нас по программе, по указу президента номер 174 по господдержке фармацевтической отрасли и по развитию 35 проектов. Я вам скажу, что каждый год мы ни один проект не сорвали. Я же понимаю, что вы работаете не ради количества, что надо выполнить поручения и так далее. А что это проекты? Это же качество лекарств. Как это происходит? Проекты какие? Это мы создаем новое производство. Вы заедете в Борисовский завод медицинских препаратов. Выстроено два новых цеха. Это новый завод. Они практически удвоили объем производства. С 2012 года по 2015 включительно мы увеличили выпуск лекарственных средств в 2,8 раза в стоимостном выражении. В Лиде выстроили новый завод, в прошлом году сдали. Ницинтеркапс, который, как сейчас приезжаешь, рационализовался заводик, одноэтажное здание. А сейчас это в три раза больше того здания, мощности новые. И главное, что мы создаем... Это хорошее лекарство. Главное мы что создаем? Мы создаем мощности раз и новую номенклатуру. И берем номенклатуру наиболее валютоемкую, чтобы заменить импортные лекарственные средства, произведя сюда. А что такое импортные и отечественные лекарственные средства? В чем разница? Ни в чем. Субстанции одна и та же, вспомогательные вещества одни и те же. Технологии одни и те же. И импортные и отечественные лекарственные средства точно так же проходят весь цикл клинических испытаний. Для того, чтобы доказать, прежде чем выйти на рынок и отдать для больного. Те же контроль качества по выпуску и на предприятии, и потом в наших референс-лабораториях. Один к одному. Но стоимость? Один доллар среднеизвешенно наша, среднеизвешенно импортная. Три доллара. В три раза. А о чем говорит, эффективно или неэффективно? На районном уровне 90-95% применяют лечение отечественными лекарственными средствами. На областном около 70, на республиканском около 50. Результат же есть. Демографический показатель у нас улучшается. Человек уходит из стационара или на облаторном этапе с результатом лечения, выздоровлением. Другое дело, что вот здесь, когда мы создали новую отрасль, и мы ее к 2017 году создадим уже в полном объеме, который мы хотим веять, и мы тогда увеличим экспорт в три раза на сегодняшний день, экспорт лекарственных средств идет в 22 страны, и небольшой объем занимает порядка 102 миллионов долларов. Все лишь. Но экспорт мы развиваем. В первую очередь, когда мы создали и развили отрасль, и осваиваем новые лекарственные средства, надо поверить, чтобы поверил врач, провизор-фармацевт, который работает в аптеке, и граждане. Ну, проверяется практика и времени. Да, но на сегодняшний день, когда приходишь в аптеку, я такой же гражданин, как любой, и тоже захожу в аптеку, и все больше наших граждан, уже понимая стоимость, и, наверное, берегут свои денежки, и приходит и стоит, дайте мне белорусское. Оно ровным счетом один в один. Ну, очень хорошо. Вы знаете, что во всем же мире лекарства – это бизнес. В США разгорается этот скандал, когда один бизнесмен выкупил монопольно право на производство очень важного лекарства для тяжелобольных людей и поднял его стоимость одномоментно. В 55 раз. Стоило 17 долларов, стало 750. Сенат США рассматривал это, были слушания, призывали этого бизнесмену на слушание, на что он ответил – у нас свободный рынок, и каждая компания сама определяет, какая цена справедливая. Это вообще кошчинство. Кто у нас урезает эти аппетиты фармкомпании в ценах, как это делается, как регулируется? Скажу так, что наши лекарственные средства – стоимость, как я сказал, в сопоставлении с импортными 1 к 3, но если брать по индексу роста цен, в 2015 год у нас мораторий был на цены на импортные и на отечественные. Около 70% выпускаемых наших лекарственных средств несут социальную направленность. Они ценой до доллара, и мы их не убираем с производства. У нас такой бизнесмен, я так понимаю, в нашей системе появиться не может. Вы правильно сказали, это вообще просто недопустимо. И каждый руководитель предприятия, и наши работники, мы четко отслеживаем. Но скажу другое, в аптеках есть все лекарства, и импортные, и наши. И право гражданина, когда он приходит, выбор. Это очень важный момент. Мы не запрещаем, но в то же время мы говорим, те лекарственные средства, которые мы выпускаем, пожалуйста, покажите, чтобы они были доступны, чтобы каждый гражданин знал. Вот, или наши стоят 5 тысяч, или то стоит 82 тысяч. Разница есть? Есть. В определенной среде белорусского общества время от времени возникают, ну, такие не дискуссии, а разговоры о том, что государственная система здравоохранения, она неэффективна. То необходимо заменять ее страховой медициной, частной медициной, платной и так далее. При этом эти же товарищи и умалчивают, что в Дании, Швеции, Финляндии, Испании, Великобритании полностью государственная медицина и очень эффективно работающая. Скажите, мы куда будем идти дальше нашей медициной? Я скажу, что наше достижение, которое достигла наша отрасль за последние годы, только благодаря государственной системе здравоохранения. Не было бы государственной системы здравоохранения, не было бы этих результатов. Вот те деньги, вроде бы они небольшие, но они гарантируют полностью лечение в стационарах, бесплатный льготный отпуск медикаментов. Мы сохранили те же объемы оказания медицинской помощи, а в чем-то даже нарастили. А введи страховую медицину, значит, отдай для компании какой-то процентом 15 или 20 на ее содержание. Мы не возражаем. Да, государственная система здравоохранения – это основа для оказания помощи гражданам нашей страны. Но мы даем добро развитию коммерческого сектора. Пожалуйста, развивайте свои медицинские центры, живите по нашим законам, выдавайте больничные листы, которые мы раньше просили. Центры частные, а законы для всех одинаковые. Конечно. Литизируем мы, и условия деятельности, что для наших, что для них, одинаковые. Мировая практика показывает, что не всегда количество денег пропорционально качеству медицинского обслуживания. Вот в Беларуси ежегодно растет доля затрат бюджета на медицину, но вот берем две страны – США и Канада. В Канаде доля ВВП на медицину на каждого жителя в два раза ниже, чем в США. В то же время все показатели качественные, выше значительные. Чем объяснить этот феномен? Я вам скажу, у нас еще меньше, чем в Канаде. Ну, конечно. Но мы, Беларусь, Канада и Брунед – три страны, которые обеспечили стопроцентный доступ к медицинским услугам. Вот, кстати, это называется стопроцентный доступ населения к услугам медицинским. Вы скажите, кто это определяет, что мы в три страны лидируем, и по каким параметрам это все делается? Всемирная организация здравоохранения. Что сюда входит? Вот это входит и доступность на поликлиническом уровне, доступность на госпитальном уровне. У нас нету очередности, если человек остро заболел, чтобы его госпитализировать в стационар. В ту же минуту положат, госпитализируют, в тот же день проведут все исследования. Если надо, проведут или реанимационные мероприятия, или операцию сделают, или еще какие-то другие мероприятия. Если он приходит в поликлинику, если ему необходимо, в тот же день сделают лабораторные исследования. Если видит врач, что это не острое состояние, можно острочить. Можно сделать где-то исследование, УЗИ или фиброгазоскопия, или еще какое-то компьютерное исследование через неделю, через две. Но попасть к курскому специалисту у нас можно в тот же день, если есть необходимость. Если просто так, не острая боль, можно и острочить. Но в течение недели ты попадешь, а за рубежом уже ждут по полгода, 6-8 месяцев. Даже онкологические больные не могут попасть на госпитализацию. Что это уже, понимаете, острочить на 6 месяцев попасть на госпитализацию онкологическому больному, уже можно туда и не ложиться. Потому что процесс пошел. Можешь не успеть. Можешь не успеть. Нас иногда критикуют, что я там постоял немножко или в очередь. Еще раз повторяю, при необходимости будет сделано все в тот же день, а если экстренно, то в ту же минуту. И оценку дает Всемирная организация здравоохранения, которые в прошлом году к нам приезжали сюда. То, что они к нам приехали привезти в министерскую конференцию в Минске. Европейскую. Европейскую. Из 53 стран руководители приехали. Это говорит о том, что нас признали, нашу систему здравоохранения и результаты наши признали. Три года назад... Так еще же белорусский министр здравоохранения, то есть вы, избранный президиум, так называемый. Член постоянного комитета, да. Но я скажу, никто же нам года три или четыре назад не верил, что у нас такие могут быть показатели. К нам приезжали эксперты, присылали специальную Всемирную организацию здравоохранения, которые давали оценку из подлинности статистических данных, которые мы им представляем. И только тогда они поверили в наши эти показатели, которые выше в многих странах, в Европе и не в Европе, даже в мире. Материнская смертность, которая нулевая у нас, от акушерских причин. Это младенческая смертность, которую я как педиатр, чтобы мне сказали 20 лет назад или 10 лет назад, что у нас может быть три ребенка умирает на тысячу родившихся, с массой тела от 500 грамм. Я бы просто не поверил. Даже я знаю, что не было ни одного случая материнской смертности. Очень низкий уровень детской смертности вообще. Это такой сегмент нашей медицины, которым, как я иногда подшучиваю, шаг лево, шаг право для министра расстрел. Вот опять-таки, как удалось добиться двух вещей? Материнская, так сказать, смертность и детская смертность очень низкие. Во-первых, создание базы. На всех уровнях, начиная от районного уровня, кончая республиканского уровня. Модернизированы, реконструированы, оснащены самым последним словом. Родильное отделение, детские отделения, детские больницы, перинатальные центры всех уровней. На этом оборудовании работают подготовленные кадры и их отношение к работе. Умение работать, отношение к работе, и вот это дает отличный результат. Вот о кадрах тоже часто возникают проблемы. С одной стороны, есть статистика о том, что за последние пять лет практикующих врачей стало в вашей системе на 25% больше. Сейчас их 36 тысяч там с чем-то. С другой стороны, 20-30% выпускников или молодых специалистов увольняются с первого рабочего места, ну, после отработки необходимой. Как дальше с кадрами быть? Ну, я скажу так, что ситуация с кадрами кардинально поменялась. В прошлом году около трех тысяч выпускников вышло, которые приступят в этом году после интернатуры. В этом году выпуск составляет 3400 человек, которые в следующем году придут на первое рабочее место. И у нас дефицита не будет на всех уровнях, начиная от района, окончая республиканская. А то, что вы сказали, 20-30% выпускников – да. Отработав на районе, они не уходят. Из отрасли уходит где-то 100-120 человек. Вопрос может быть не совсем по адресу, но близко к вашей сфере. Сейчас как-то дебатируется вопрос или проблема декретного отпуска женщин. Мы знаем, что у нас три года оплачиваемый отпуск, плюс два года за матерью сохраняется рабочее место. В то же время, там, в развитых странах, например, в Англии, 4 месяца оплачиваемый отпуск. Турция, 4, 12 недель в США вообще не оплачивается. Вот ваше мнение, надо ли нам наш отпуск сокращать? Или это все же такое социальное достижение государства, которому нельзя приближаться и трогать его? Знаете, мы живем в Беларуси. И нам особо равняться на западные страны. Ну, уже внутри страны раздаются голоса, что давайте сократим. Смотреть надо, но надо оценить реальную обстановку, в которой мы живем. И вы правильно сказали, это социальный вопрос. Во-первых, это развитие у ребенка. И здоровье его, и развитие. Тут я поддерживаю вас. У меня тоже такая личная позиция гражданина, что это трогать не надо. В этом году 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Мы знаем, сколько она там бедно делала. В то же время мы знаем, что большая сумма средств и сил потрачена на сохранение здоровья на этих территориях, в первую очередь. Если суммировать, что сделано после Чернобыля в медицине? Я вам скажу, что действительно финансовые средства вложены большие. Но они оправданы, эти вложения. На сегодняшний день в состоянии здоровья граждан, которые проживают на территориях, загрязненных радиоактивными веществами, ничем не отличаются от заболеваемости на других территориях. А это благодаря реализации тех государственных программ, которые были реализованы за все эти 30 лет. И то же самое. Выстроены новые больницы. В прошлом году в Лоеве ввели новую больницу. Модернизируются в настоящее время еще больницы как в Гомельской, так и в Могилевских областях. Работают обученные, подготовленные кадры. Есть лекарственное обеспечение. Сохранена доступность на сети и на селе. Поставлено новое оборудование. Проводятся профилактические осмотры чаще, чем у нас на чистых территориях, мониторингах. Поэтому сделано все для того, чтобы обеспечить качественную жизнь для человека. Буквально на днях вы были с отчетом президента по развитию отрасли. Какие были замечания, какая была критика. И самое главное, какие поставлены задачи на ближайшее будущее. Президент еще раз подтвердил, что дана высокая оценка системы здравоохранения. За что медицинская общественность благодарна главе государства за такую оценку. И мы не имеем права работать хуже, чем работали сейчас. Конечно, будет непросто удержать те показатели, на которые мы вышли. А показатели действительно, как вы говорили, они носят даже мировой характер. И президент требует сохранить доступность к качеству медицинской помощи на всех уровнях. Усилить профилактическую направленность. Рационально, экономно подходить к расходованию бюджетных средств. И действительно, где надо, развивать еще дальше. Задачи поставлены. Я вам желаю успехов в их реализации. Всего вам доброго. Спасибо вам за беседу. Спасибо.